День Большого Города Ну и анонсировали следующую гостью, Жанну Максимову, которая придет и расскажет, как быть не только худой, но и красивой к Новому году. Жанна, красивая наша, заходи. Привет, девочки. Проходи, дорогая. Ты прямо красная шапочка с корзинкой, надеешься, дай мне пирожки. С подарочками. А то ты нам портишь всю диету. Не переживай, девочки, это для красоты все. Ты слушаешь наши истории, которые к нам поступают? Конечно. Женщины борются за вечерний макияж. Кстати, 237-01-86, мы в прямом эфире, звоните еще, линия открыта. А у тебя есть история преображения, которая тебя бы, мягко говоря, не очень порадовала? Ну, в принципе, если честно, нет, потому что все истории меня радуют. Я считаю всегда человек, что должен меняться, в любом случае, хорошо или это плохо. Но на вкус и цвет. А у тебя нового, Жанночка. Мы же тебя не видели целых сколько? Полтора-два года, да? Полтора. Вот, не видели. Не видели. Что нового в индустрии новых волос? Новое наращивание. Совсем новые технологии? Да, совсем. Теперь все борются за то, чтобы наращивание было не только красивым, но еще и здоровым. Соответственно, мы работали в этом направлении. У нас есть новое наращивание изи-стайл, которое позволяет вот такие роскошные волосы нарастить. Жанночка, давай расскажем, если кто не знает, кому показано наращивание волос? Понятно, женщины разные приходят. Ну, там, например, пришла и видно, что уже ничего не поможет, надо нарастить. Ну, если, допустим, по человеку видно, что ему прям реально надо нарастить, то надо подойти так, чтобы это было еще и безопасно. Как правило, многим людям мы отказываем. Но мы ставим полупарички, такие вещи, которые клеятся, их незаметно. Человек может вести такой свой образ жизни, ходить в спортзалы, в баню, в сауну, но требует замены часто. Единственное, конечно, что, к сожалению, это очень дорого, потому что изготавливается это все вручную, изготавливается в таких странах, как Германия. А вот скажи, ушли от такой проблемы, как видно, что отросли волосы не свои? Вообще проблема «видно». Видно. Что видно? Нарочные, у тебя нарочные волосы. Раньше всегда было видно. Дело в том, что тут тоже такой вопрос. Ну, если мастер опытный и хороший, то, конечно, это будет не видно. Ну, у меня же не видно. Ну, у тебя не видно. Не видно. А у всех почему-то видно. Но тут еще такой, когда ты идешь к тому, чтобы наращивание было безопасно, и, к сожалению, безопасное наращивание не дает возможность сделать совсем маленькие крепления. Да, крепление становится… Главное, чтобы вид крепления был эстетичный. Сейчас уже никто не стесняется, что наращенные волосы, все это знают. И мужчины, и дети маленькие. То есть, никто не прячет это настолько, как раньше, там, ой-ой-ой, хотя бы никто не заметил. Сейчас, ради бога, пусть это будет заметно, но чтобы это было эстетично. Если даже крепление откроется, там, допустим, или человек захочет завязать высокий хвост, и где-то вылезет, где-то прячь, чтобы это смотрелось красиво. Чтобы это не было, там, ну, каким-то колтуном или еще чем-то. Поэтому ничего тут такого нет, если даже будет и видно. Ты молодец, оптимистка. Вот, а у нас Тамара с «Историей о преображении», надеюсь, такой же веселой и оптимистичной. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Что с вами случилось? Ой, у меня было… Работала в детском саду, и у нас был выпускной деток. Мне нужно было фотографию, фотографию с детками, и я решила быть красивой. Во времена, когда не было еще гелей, пенок, волос был длинный, и я решила косички, вот в наше время это же было модно, когда лет 20, так с лишним назад, решила косички наплести на пиво. На пиво. Я так тоже делала. А что значит на пиво? Это как? Это укрепление. Тамара, расскажите, как здорово, как волосы подпитываются, блестят, тяжелые, сдат, а отваливаются, как они просто отваливаются, когда перепили пиво. Да. Но грызалы, видно, немножечко потоньше эти косички, то есть я переборщила, я полночи их плела, очень хотелось быть красивой. И когда утром нужно было расплетать их, это было невозможно сделать. Они склеились? Они склеились. Я пошла, я шапку на голову и в детский сад, думаю, там вместе с Кагалом мы это все-таки разберем. Пришел фотограф раньше, чем нужно было, и мы не успели их толком расплести. Расплести-то мы их более как размотали, а вот расчесать нам так и не удалось. И как вы выглядите на той фотографии, Тамара? Страшно вспоминать. Я в эту фотографию один раз, когда фотограф принес, я один раз только на нее посмотрела, я не знаю, как дети вот сейчас смотрят. Дети вас никогда не забудут именно из-за этой фотографии? Наверное, наверное, так и будет. Слушайте, ну что? Хорошая история, спасибо большое. Ну что про пиво, что вы смеетесь? Тогда была только сахарная вода и пиво. Так а что пиво делало? Оно скрепляло? Оно делало типа пенка, как пенка. Вот для таких людей, у кого проблемы, есть такие заколочки, их можно прицепить, сфотографироваться, прийти дома и снять, и положить, и ходить с короткой стрижкой. Ну а ты не прячь, дай-ка мне вот эту вот штуку. Ну ты не подходишь к ответу. Ну неважно, я может... Вот такие красивые волосы. Да я посмотрю, я может всю жизнь хотела быть блондинкой, у меня был неудачный опыт. Вот, кстати, для тех, кто всю жизнь хотел быть блондинкой, вот я, например, для того, чтобы иметь такие волосы, как у тебя, я, ты справишься со мной? Ну и что для этого мне надо делать? Осветлить корень или что? Ну сейчас очень модно амбре, можно купить вот такие вот заколочки, которые будут подкрашены здесь в темный, прицепить их здесь сверху свои темненькие, и ты будешь блондинкой. Русалка? Нет, что мы должны сказать? Ну красиво мне блондинка. Не знаю, пусть мастер говорит. Очень красиво. Очень красиво. Я завидую, Толя, мне всегда. Так, а ты... Слушай, я про Экостайл хотела спросить. Да, вот. Вот это Эко-систем. Что вот это за технология и почему она считается безопасной для волос? Сейчас, девочки, Экостайл, это была наша старая технология, там очень маленькие крепления, и там идет по минимуму захват волоса 2 мм. То, что сейчас мы представляем на рынок, мы еще его, ну как бы дорабатываем, вот у меня оно стоит, это изи-стайл, это наращивание на кунжутной ниточке. Берется волосики, привязывается на них ниточка, и эта ниточка на специальный узелок крепится к своим волосам. То есть клиент... Минимальная нагрузка и клея нет? Нет, нету ни клея, ничего. Просто специальный узелок, типа морского узла. Если вы хотите снять, вы можете дать мужу дома ножницы, он эту ниточку разрежет, крядочки все эти. А как-то носятся такие волосы? Нельзя их расческой... Можно, все, можно. Может, еще эти кунжутные ниточки подпитывают корень волос и дают здоровье? Ну, можно, конечно, сделать такой рекламный ход, но это будет неправда. Кстати, тебе вопрос по теме. Так что слушаем. Елена, задавайте нашей Жанне вопрос. Здравствуйте, Жанна. Здравствуйте. Я ваш постоянный бывший клиент. Скажите, пожалуйста. Скажи. Да, соглашайся. Она твой клиент? Наверное. Перед Новым годом просто, знаете как, я сама обстригла уже все, ну как, все волосы. Я хочу просто нарастить. На мальчик, ну такой, знаете, как совсем коротенький-коротенький, как у мальчика. Я могу волосы нарастить на такую длину? Или все-таки под Новый год хотя бы, чтобы месяц подержали? Или безнадега? Вы можете нарастить на такую длину, на такую длину хорошо наращивать Экостайл. Наши крепления на Экостайл сейчас 1-2 миллиметра. Они незаметны вообще. Только единственное, что с этим нельзя будет ходить там 3-4 месяца. Нужно будет снять через полтора, там максимум два месяца, чтобы была минимальная нагрузка и чтобы это было для ваших волос безопасно. Потому что длина все-таки очень короткая, придется наращивать очень высоко, а высоко наращивать опасно. Вот это вот, понимаете, профессионал говорит со своим клиентом, никто ничего не понимает. Давайте мы прервемся на короткую рекламу. За этот срок мы выберем победителя, кто же у нас получит вечерний макияж. С девочками обсудим. И дальше продолжим говорить о красоте к Новому году. Когда я говорю мужчине, ты мой, он моет. Ну что, все женщины большого города готовятся к большому празднику, к Новому году. Худеем, правильно питаемся, делаем красивую прическу. Ну и всю программу вы нам рассказывали самые смелые свои эксперименты с преображением. А вернее не смелые, а веселые. И за рекламную паузу я, Инна и Жанна выбирали победителя. Победителем становится... Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Тамара, которая заплела косички на пиво, не смогла их расплести. И теперь все дети из ее группы детского сада знают и помнят эту воспитательницу. Навсегда она у них в сердце. Тамара, новая акция. Идете в Дом красоты Мусон, вот вам пригласительный, это ваш. Делаете шикарный макияж, а дальше в социальные сети рассылаете себя красиво. И все, вы говорите, вот она. Точно, и все дети видят. Поздравляем. Поздравляем, очень хороший подарок. Я хочу сказать, девочки, были все хорошие звонки. Да, были эксперименты с Светом, но вот эта милая Юля с ребенком, которая не узнала, маму не узнала, получает от нашего гостя, от Жаны. Расскажи, что это такое. Это сухой шампунь, превосходное средство. Когда у вас нет времени помыть голову, вы берете, встряхиваете этот баллончик, пшикаете себе на свою великолепную прическу и получаете свежий, свежий. И главное, он еще делает... Белый налет. Нет, 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 он еще волшебно приподнимает корень. Как будто ты нанес специальное средство для брюнеток. И для блондинок, и для брюнеток. Надеюсь, наша Юля будет благодарна. Звоните к нам в студию нашим редакторам, скажем, где забрать подарок. Жан, спасибо большое. А кому эти две бутылочки? И вам, девочки, чтобы вы знали, что нет никакого налета. Я с налетом в Рим не летаю. Поэтому вам тоже подарочку, а также вашим гримерам, которые так великолепно всегда меня гримируют. Мне очень приятно все в этом приходить, поэтому... Что это? Микрофон? Площечка 3D, как ты говоришь. Это страшная вещь. Слушай, прикольная штука. А что она делает эта штука? Вот ваши гримеры вам и покажут, что она делает. В следующий раз. Мы в следующий раз с Олей ведем программу в четверг. Обещаем. Вот этой штукой сделаем притески. Да, мы, кстати, сына... Спасибо, Жанна. Первые подарочки под свою елку уже заработали. Вот что значит быть в таком интересном женском проекте. Но мы продолжаем все-таки говорить о волосах. Для многих женщин это роскошь, богатство. И, к сожалению, мы их теряем вместе с осенью и годами. И есть способ восстановить такую пышную, красивую гриву львиную. И этот способ существует. Жанна им владеет. А что помимо восстановления волос, вернее, наращивания, что еще? Девочки, сейчас нет предела совершенству. Брови – это рамка лица. Вот брови – это волшебная стука. Что с бровями делаете? Брови мы делаем и брови хной, и перманентный макияж. Сейчас много всяких техник. Если честно, это так много можно рассказать. Хотелось бы рассказать о ресничках больше. Потому что для ресничек есть прекрасная процедура. И ботокс для ресниц, и ламинирование для ресниц. Что? Ботокс? Да. И опять же, наращивание для ресниц. Это все безвредно, быстро. Ботокс – это тоже придается форма вашим ресничкам. Клозется туда пигмент. То есть ваши реснички всегда как будто вы их так прям накрасили только что. И они всегда пушистенькие, красивенькие. И опять же, это полезно. Поэтому, пожалуйста, приходите. И все. Надо сделать эксперимент в большом городе. Нарастить ресницы, выйти в город и спросить. Вы видите у мужчин? Мы же это такое чувство, что для себя все делаем. Вот, пожалуйста, вы видите? Мы видим. Мы видим. Ты выглядишь прекрасно. Спасибо, Дмитрий. Для меня важный критерий, когда они бросаются в глаза. Потому что дань моде, она как делает людей красивыми, так и делает перекос в другую сторону. Когда девочки идут вот с этими торчащими спереди. Заходят сначала ее ресницы, потом она. А вот, давайте тему передачи. Красота должна быть, естественно. Еще раз меня позовите, потому что, реально, раньше была модно неестественная красота. Я сама этим грешила. У меня были и губы, и это, и это, и это. Все это у меня было. Теперь все, прошло это время. Эта красота называется уже периферийной. Чем дороже женщина, тем естественнее она должна смотреться. Но при этом она не должна лишать себя, допустим, красивой формы бровей или аккуратных ресничек. Но это не должно быть вульгарно. То есть, вульгарщина уже уходит. Зовите еще раз. А что с вашим зовите? У вас запись перед Новым годом какая большая? Ну, вы знаете, у нас предостаточно мастеров, поэтому желающих мы всегда найдем время. Мы будем работать круглосуточно, потому что мы делаем красоту. Мы не можем отказать. И не только вы делаете красоту, что благородное дело, а еще много стилистов стараются работать над образами обычных женщин. И вот для вот этих наших экспериментов, которые мы тут смеялись всю программу, у нас сами над собой, времени и нету. У нас есть прекрасный ролик «Доверьтесь профессионалам». Давайте смотреть. Давай. В большом городе на Матрук. Вот, значит, взяли обычных женщин. Обычных. Переодели. И поработали над образом. Посмотрите, что получилось. Какие-то звезды Голливуда просто. Это фотошоп. Это перезагрузка. Ну, программа перезагрузка. Ну, это же делается, видите, посредством визажа, правильной прически, правильного цвета волос. Слушай, одежда. Давай конкурс такой. Надо в нашей программе. Перезагрузочный. Объявим. Сможете, вот вы, например, в своей студии перезагрузить женщину? Конечно. Да? Конечно. Я думаю, что после Нового года мы такой эксперимент проведем. Мы делали эксперимент, набрали человека, были менее похожи на эту звезду и делали из него прямо из-за звезды. Мы делали Миню Монро образ. Двойника делали, да? Да, да. И какое самое успешное попадание? Миню Монро. И Джоли тоже мы попали очень хорошо. Джоли попали. Это надо найти, коротенький. А вот интересно, что наша белорусская Джоли успешно вышла замуж после вашего изменения образа ее? А вот, девочки, вы знаете, даже не знаю. Не знаю, исчезла, ушла. Ага, такая, все, я Джоли, я пошла. Нет, ну, смотрите, на самом деле, хорошая вещь, теперь современный мир не стоит на месте. Можно преобразиться, можно похудеть к Новому году, можно. Можно думать о том, что ты пьешь, какое количество воды в день. Все рукотворно. Ну, для волос у нас есть специальный мастер. И для ресниц. Поэтому, девочки, две недели – это не конец. Я считаю, это начало для преображения. А ты что думаешь? Я тоже так считаю, самое главное – не переборщить. Не начать с большой длины волос и закончить большими ресницами. То есть, если это все красиво, натурально, естественно, это даже очень удобно. Потому что ты встал, и всегда красавица. Тебе не надо тратить лишнее время. Девочки, а я считаю, что нужно всегда прислушиваться к себе и думать, вот если я делаю ту или иную процедуру, принесет ли мне это больше пользы, либо вреда. Делайте все с умом и доверяйте только профессионалам. Только профессионалам. И только такие профессионалы приходят в День в Большом Городе, чтобы поделиться своим мастерством и умением. На сегодня мы закрываем наше телекафе, чтобы встретиться с вами завтра. Пока. Слушай, ну давай поближе эти волосы. Пока. Быстренько закончили эфир, чтобы рассматривать волосы. Каждое утро ты встаешь, чтобы прошел новый день не зря. Едешь, бежишь, идешь, несешь, кругом сплошная совета. Остановись на час и оклянись вокруг. День в Большом Городе. День в Большом Городе. День в Большом Городе да вокруг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова